Беседа 15-я, 167 Однако и прежде не сказали мы ничего такого. И теперь не скажем. Страх от настоящего бедствия и без всякого увещания и совета состояние образумит души всех. Кто так жалок и неразумен, что станет упиваться в такую бурю? Кто так бесчувственен, что когда город так волнуется и угрожает такое кораблекрушение, не будет бодрствовать и трезвиться, и не справится этим несчастьем лучше всякого совета и увещания? Слово не может сделать столько, сколько делает страх. Это самое можно доказать тем, что случилось ныне. Сколько потратили мы слов, увещевая многих из беспечных и уговаривая оставить зрелище и происходящее от них непотребство. И они не оставляли, но постоянно до сегодня сходились на беззаконное позорище плесунов. И дьявольское сборище поставили против собрания Церкви Божией. И на здешнее псалмопение раздавались тамошние крики, несшиеся с великой силой. Но вот ныне, когда мы молчим и ничего не говорим об этом, они сами закрыли место пляски, иконское аресталище опустило. Перед этим многие из наших уходили к ним, а ныне все оттуда устремились в церковь и воспевают нашего Бога. Видишь, какая польза произошла от страха. Если бы страх не был благом, то ни отцы не приставили бы надзирателей к детям, ни законодатели начальников к городам, что ужаснее гиенны. Но нет ничего полезнее страха ее, потому что страх гиенны приносит нам венец радости. Где страх, там нет зависти. Где страх, там не мучат сребролюбие. Где страх, там погашен гнев. Усмирена злая похоть, искоренена всякая безумная страсть. И как в доме воина, постоянно вооруженного, не посмеет появиться ни разбойник, ни вор, ни другой подобный злодей. Так, когда и страх объемлет души наши, ни одна из низких страстей не может легко войти в нас. Но все удаляются и бегут, гонимые отовсюду силой страха. И не эту одну пользу получаем мы от страха, но и другую, гораздо большую этой. Он не только отгоняет от нас злые страсти, но и с великим удобством вводит всякую добродетель. Где страх, там и заботливость о милостыне, и усердие к молитве, и слезы теплые и непрерывные, и стена, не выражающая великое сокрушение. Ничто так не истребляет греха, а добродетели не способствует расти и процветать, как непрестанный страх. Поэтому, кто не живет в страхе, тому невозможно быть добродетельным. Равно как и живущему в страхе невозможно грешить. Не будем же возлюбленные скорбеть и отчаиваться из-за настоящего бедствия. Но поделимся изобретательности Божьей премудрости. Чем дьявол надеялся разрушить наш город, тем Бог восстановил и исправил его. Дьявол внушил некоторым нечестивым людям поругаться, даже над царскими статуями, чтобы разрушить и самое основание города. А Бог это самое происшествие употребил к большему нашему вразумлению, страхом ожидаемой казни и знал всякую беспечность. И из этого самого, что демон устроил, вышло противное тому, чего хотел он. Город у нас каждым днем очищается, и переулки, и перекрестки, и площади свободны стали от блудных и соблазнительных песен. И куда бы кто ни посмотрел, везде молитвы, и словословия, и слезы вместо бесчинного смеха, и любомудрые речи вместо слов срамных. И весь город сделался у нас в церкови, потому что закрылись мастерские, и все проводят целый день в молитвах, единогласно, с великим усердием призывают Бога. Какое слово могло бы когда-либо сделать это? Какое увещание, какой совет, какая продолжительность времени? 169. Будем за это благодарить, а не роптать и негодовать. Что страх есть благо, видно уже из сказанного. Но послушай Соломона, который так любомудрствует о нем. Соломона, который жил во всякой роскоши, наслаждался великим спокойствием. Что же он говорит? Экклесиасту 7.2. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пиры, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Что говоришь ты, премудрый, объясни мне? Лучше идти туда, где плач и слезы, и стенание, и скорбь, и уныние, нежели туда, где пляски и кимвалы, и смех, и веселье, и присущение, и пьянство. Да, говорит. Почему, скажи мне, и для чего? Потому что там зарождается наглость, а здесь скромность. Кто побывает на пире у человека, который богаче его, тот уже не с прежним удовольствием будет смотреть на свой дом, но со скукой возвратится к жене, со скукой сядет за свой стол, и в тягость будет и слугам, и детям, и всем домашним от того, что из-за чужого богатства яснее увидит свою бедность. И худо не это только, но и то, что он часто завидует пригласившему его на пир, и вообще возвращается домой, не получив ничего доброго. Ну, а плачущих ничего такого сказать нельзя. Напротив, у них много любомудрия, много скромности. Как только войдет кто в преддверие дома, в котором есть умерший, и увидит мертвеца, лежащего, безгласным, и жену, рвущие на себе волосы, терзающие ваниты, ломающие руки, тотчас поражается, делается печален. И каждый из сидящих там ни о чем другом не говорит с ближним, как о том, что мы ничто, и что греховность наша несказанна. Что может быть разумнее этих слов, которые мы и бедность своей природы признаем, и нечестие наше обличаем, и настоящее считаем за ничто, произнося другими, правда, словами, но в той же силе это чудное и исполненное мудрости изречения Соломона. Суета, сует, все суета. Вошедший в дом плачущих, тотчас и сам плачет подшедшим, хотя бы был и враг ему. Видишь, сколько этот дом лучше того. Там он, будучи другом, завидует, здесь и будучи врагом, плачет, а этого-то больше всего и хочет Бог, чтобы мы не злорадствовали оскорбившим. Впрочем, не эти только блага можно получать нам там, но и другие, не меньше этих, потому что каждый воспоминает там и о своих грехах, и о страшном судилище, и о тех наказаниях, и о суде. И хотя бы потерпел он от других тысяч узлов и имел домашние неприятности, однако выходит оттуда с врачеством против всех их. Подумав, что спустя немного подвергнется тому же, и сам он, и все надмивающиеся, и что все настоящее, приятное и горькое, кратковременно, он возвращается домой без всякой печали и зависти, с облегченной окрыленной душою, и таким образом сделается добрее, как всем снисходительнее, благосклоннее и благоразумнее от того, что страх будущего проник в его душу и истребил все терния. Все это сознавая, и сказал Соломон, все этого не лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Экклесиаста 7.3 Там рождается беспечность, здесь беспокойство. Там небрежение, здесь страх, научающий нас всякой добродетели. Если бы страх не был благом, Христос не изрек бы многих и пространных наставлений, о тамошнем наказании и мучении. Страх есть не иное, что как стена и ограда, и столб необоримый. А нам и нужно великое ограждение, потому что отовсюду множество засад. Как тот же самый Соломон, увещевая, опять сказал, знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь. Сирахов 9.18 О, сколько добра заключает в себе и это изречение! Не меньше, чем и предыдущее. Напишем же его каждый в уме своем, будем всегда носить в памяти и нескоро согрешим. Напишем, но наперед изучим его со всем тщанем. Он не сказал, смотри, что посреди сетей проходишь, но познавай. Почему же сказал познавай? Сеть, говорит, прикрыта. В том веке состоит особенность сети, что опасность не является открыта, и гибель неявна, но сокрыта со всех сторон. Поэтому и говорит познавай. Нужна тебе великая осмотрительность и тщательная осторожность. Потому что как дети прикрывают сеть землей, так и дьявол, грехи житейскими удовольствиями. Напознавай тщательно и следуй. Если предстается прибыль, не смотри только на прибыль. Но и следуй тщательно, не скрывается ли грех и смерть в этой прибыли. Если увидишь это, беги прочь. Опять, когда предстается наслаждение, удовольствие, не смотри только на удовольствие, но тщательно разведай, не скрылось ли в глубине удовольствия какое беззаконие. Если найдешь, удались. Советует ли кто, спит ли, услуживает ли, обещает ли почести или что-нибудь другое. Все будем исследовать тщательнее, осматривать со всех сторон. Нет ли там какого вреда? Нет ли какой опасности от совета, почести или услуги? Не будем увлекаться, скоро и необдуманно. Если бы была только одна или две сети, легко было бы остеречься. Но послушай, как говорит само Соломон, чтобы показать их многочисленность, познавай, говорит, что посреди сетей идешь. Посреди сетей? Не сказал, подли сетей ходишь. С обеих сторон у нас пропасти, с обеих сторон козни. Пришел иной на площадь, увидел врага и распоминялся от одного этого взгляда. Увидел друга, пользующегося хорошим мнением, и поревновал. Увидел бедного и презрел, возгнушался. Увидел богатого и позавидовал. Увидел кого-нибудь обижаемым и огорчился. Увидел обижающего и вознегодовал. Увидел красивую женщину и пленился. Видишь, возлюбленный, сколько сетей. Поэтому и сказал премудрый, познавай, что посреди сетей идешь. И дома сети, и за столом сети, и в собраниях сети. Нередко иной подоверчивости скажет необдуманно между друзьями какое-нибудь слово, которого не следовало бы произносить. И причинить такую беду, что разрушит целый дом. 171. Итак, будем рассматривать дела внимательно со всех сторон. Часто и жена бывает в сети для невнимательных. Часто дети, часто друзья, часто соседи. Для чего же скажете столько сетей? Для того, чтобы мы не стремились в долу, но искали горнего. И птиц уловить нелегко, когда они летают высоко в воздухе. Так и ты, пока будешь стремиться к горнему, нелегко будешь уловлен сетью, или другой какой хитростью. Дьявол это птицелов. Будь же выше силков его. Взошедший на высоту не станет девице житейскому. Когда взойдем мы на вершину горы, нам представляется малым и город, и стены. А люди, ходящие по земле, кажутся как муравьи. Так когда и ты взойдешь к высоким помыслам любомудрия, ничто на земле не в состоянии будет поразить тебя. Но поелику смотришь ты на небесное, то все будет казаться тебе малым. И богатство, и слава, и могущество, и честь, и все другое тому подобное. Так и Павлу все казалось малым, и блеск настоящей жизни бесполезней трупов. Поэтому он и восклицал так. Мир распят для меня. Поэтому и нас увещевает он, говоря, ищите горнего, о горнем помышляйте. Горнее? О каком горнем говоришь? Скажи мне. О том ли, где солнце, где луна? Нет, говорит. О каком же? Где ангелы, архангелы, хюрвимы, серафимы? Нет, говорит. Так о каком же? Где Христос Господесную Бога сидит. Холостинам 3.1 Поверим же этому и будем непрестанно размышлять о том, что как птички, попавшие в сеть, нет пользы от крыльев и напрасно и тщетно бьет она ими. Так и тебе нет пользы от разума, если ты попал под власть злой похоти. Сколько бы не бился, ты в плену. Для того крыльевый птиц, чтобы избегать сетей. Для того у людей разум, чтобы избегать грехов. Какое же будем иметь извинение, какое оправдание, когда мы неразумнее бессловесных. Воробей, раз пойман и все, из нее улетевший, и вань, попавшая в тенета, и потом убежавшая, нелегко попадутся в них опять, потому что опыт для того и другой бывает учителем осторожности. А мы, часто быв уловлены одним и тем же грехом, впадаем в него же. И наделенный разумом не подражаем предосмотрительности и осторожности бессловесных. Сколько раз, например, увидев женщину, терпели мы тысячи бед, возвращались домой с возбужденной похоть и мучились в течение многих дней, однако не вразумляемся. Но едва уврачевали прежнюю рану, опять впадаем в тот же грех. Уловляемся той же похотью, и из-за краткого удовольствия глаз терпим постоянный и продолжительный скорбь. Но если мы научимся постоянно повторять себе это изречение, то избегнем всех бед. Величайшая сеть красота женская, или вернее не красота женская, а сладострастный взгляд. Мы осуждаем вовсе не вещи, а себя и свою беспечность. И не говорим «Не будь женщин, но не будь благоблудодеяний». Не говорим «Не будь красоты, но не будь прелюбодеяния». Не говорим «Не будь чрева, но да не будет пресыщения, потому что не чрево рождает пресыщение, а наша беспечность». Не говорим «Будто все зло от того, что едим и пьем». Не от того оно, а от нашей беспечности и жадности. Дьявол не ел и не пил и пал, а Павел ел и пил и зашел на небо. Сколько, слышу я, говорят, если бы не было бедности, заградим уста тех, которые ропщут так, потому что говорить это богохульство. И так скажем им, да не будет малодушия, бедность же вносит бесчисленное благо в жизнь нашу, без бедности и богатства бесполезно. Не будем же обвинять ни этого, ни той, бедность и богатство суть оружия, и приведут оба к добродетели, если мы захотим. И как храбрый воин, как бы ни взял оружие выкажет свою силу, так слабый и робкий затрудняется всяким. А чтобы узнать, что это правда, вспомни Иова, который был и богачом, и бедняком, владел тем и другим оружием, и тем и другим победил. Когда он богат был, говорил, наг я вышел из срева матери моей, наг возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Когда богат был, показал много страннолюбия, когда сделался бедным, много терпения. Великое терпение и богодушие, ни богатство, ни бедность не составляют сами по себе зла, но делаются оба таковыми по изволении пользующихся ими. Итак, приучим себя не иметь таких суждений о вещах и станем ленить не дела Божии, но злую волю человеческую. Молодушно и богатство не может малодушному принести пользы, великодушному и бедность никогда не повредит. 173 Познаем же сети и будем ходить дальше от них, познаем стремнины и не будем приближаться к ним. Мы будем совершенно безопасны, если станем избегать не только грехов, но и того, что хоть и кажется безразличным, однако бывает для нас преткновением ко греху. Так, например, смех и шуточные слова не кажутся явным грехом, а ведут к явному греху. Часто от смеха рождаются скверные слова, от скверных слов еще более скверные дела, часто от слов и смеха ругательства, оскорбления, от ругательства, оскорбления, удары и раны, от рана и ударов, смертельные поражения и убийства. Итак, если желаешь себе добра, убегай не только скверных слов и скверных дел, не только ударов, ран и убийств, но даже и безвременного смеха, даже и шуточных слов, потому что они бывают корнем последующих зол. Поэтому Павел и говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, потому что оно хоть само по себе и кажется незначительным, но бывает для нас причиной великих зол. Опять, роскошество не представляется явным и открытым грехом, но поражает нам много зол, порождает пьянство, неистовство, любостяжание, хищничество. Человек, преданный роскоши и тратящий много, несущий для чрева тяжелые службы, часто вынуждается и красть, и похищать чужое, и захватывать лишнее, и делать насилие. Посему, если избежишь роскошества, то отнимешь повод и к любостяжанию, и к хищничеству, и к пьянству, и к тысяче зол, заранее отсечешь корень греха. Поэтому и Павел сказал, вдовица, питающаяся пространно, а сластолюбивая заживо умерла. Опять ходить на зрелище и смотреть на конские ресталища и играть в кости для многих не кажется преступлением, но все это вводит в жизнь тысячу зол. Пребывание на зрелищах порождает прелюбодеяние, невоздержность и всякое бесстыдство. От смотрения на конские ресталища заводят споры, брани, удары, обиды, вражды постоянные. Любовь к игре часто бывает причиной злословия, убытка, гнева, брани и тысячи других еще более тяжких зол. Будем избегать не только грехов, но и того, что хоть кажется безразличным, однако мало-помало увлекает нас к этим грехам. Идущий подле стремнины, если и не упадет, так содрогается и часто от этого содрогается, низвергается и падает. Так и тот, кто не удаляется от грехов, но ходит близ них, будет жить в страхе и часто впадать в них. Например, засматривающийся на чужую красоту, если и не совершил блуда, так уж возымел похоть и сделался по суду Христову прелюбодеем, а часто этой похоть увлекается он в грех и на деле. Будем же держаться вдали от грехов, хочешь быть целомудренным, бегай не только блуда, но и не скромного взгляда, хочешь быть далеким от скверных слов, избегай не только скверных слов, но и беспорядочного смеха и всякой похоти. Хочешь быть дальше от убийства, бегай ругательств, хочешь стать далеко от пьянства, избегай увеселений и роскошных столов, и с корнем вырви этот порог. Большая сеть необузданность языка, ей и нужна великая узда, поэтому и сказал некто, притча 6.2, ты опутал себя словами уз твоих пойман словами уз твоих 174. Итак, прежде всех других членов умерим этот язык, обуздаем его и изгоним из уст ругательства и брани, и сквернословия, и злоречия, и злую привычку к клятвам. Слово опять привело нас к тому же увещевание. Хотя вчера я обещал вашей любви не говорить более об этой заповеди, потому что о ней уже довольно говорено было во все предыдущие дни. Но что делать? Пока не увижу вас исправившимися, не могу удержаться от увещания. Так и Павел сказал галатам, впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Снова потом является вместе с ними беседует. Таково сердцу отцов, хоть и скажет, что отстанут, но не отстают, пока не увидят детей исправившимися. Слышали ли вы, что пророк сегодня сказал нам о клятве? И опять поднял я глаза мои и увидел вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Савов, и оно войдет в дом Татья, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Захария 5.1.4 Что означают эти слова, и для чего казнь, поражающая клянущихся, представляется в образе серпа и серпа летящего? Для того, чтобы видел ты, что невозможно избежать суда и уклониться от наказания, от меча летящего иной может быть и уклониться, но от серпа упавшего на шею и ставшего вместо веревки не убежит никто. А когда будут у него еще и крылья, то какая наконец надежда на спасение? Но для чего же он скончает, разрушит и дерева, и камни клянущегося? Для того, чтобы казнь эта послужила к вразумлению других. Так как клянущийся по смерти необходимо будет сокрыт в земле, то разрушенный и обращенный в разваленный дом его своим видом будет внушать всем проходящим и видящим не покушать на то же, чтобы не потерпеть того же будет всегдашним обличителем греха умершего, не так поражает меч, как клятва, не так убивает меч, как удар клятвы. Поклявшийся, хоть и кажется живым, получил уже рану и умер, как взявший веревку, то есть преступник, которого с веревкой на шее ведут на место казни, еще прежде, нежели выйдет из города и придет к пропасти, то есть в которой он будет брошен палачом, и увидит перед собой палача, уже умирает при самом выходе из дверей судилища, так тоже будет и с клянущимся. Будем размышлять об этом и не станем принуждать братьев к клятве. Что ты делаешь, человек? Заставляешь клясться перед священной трапезой, и там, где лежит Христос заклонный заколаешь брата своего, разбойники убивают на дорогах, а ты убиваешь сына перед лицом матери и совершаешь убийство преступней Каинова. Тот умертвил своего брата в пустыне и временной смертью, а ты наносишь брату смерть среди церкви и смерть вечную. Уже ли для того устроена церковь, чтобы нам клясться? Нет, для того, чтобы молиться. Уже ли для того стоит трапеза, чтобы мы заставляли других клясться? Нет, для того стоит она, чтобы разрешали мы грехи, а не вязали. Но если ты не стыдишься ничего другого, так постыдись этой самой книги, которую подаешь для клятвы. Раскрой Евангелие, которое, держа в руках, заставляешь другого клясться, и услышишь, что Христос говорит там о клятвах, вас трепещи и удержись. Что же он говорит там о клятвах? А я же говорю вам, не клянитесь вовсе. А ты этот закон, запрещающий клятву, делаешь клятвою? О, дерзость! О, безумие! Ты делаешь тоже, как если бы кто самого законодателя, воспрещающего убийство, заставил быть помощником в убийстве. Не так стена и плачья, когда слышу, что иных убивает на дорогах, как стена и плачья, содрогаясь, когда вижу, что кто-нибудь подходит к этой трапезе, полагает на нее руки, прикасается к Евангелию и клянется. Насчет денег ты сомневаешься, скажи мне, и убиваешь душу? Приобретешь ли ты столько, сколько делаешь вреда душе и своей и ближнего, если веришь, что этот человек правдив, не налагай на него обязательство клятвы, а если знаешь, что он лжив, не заставляй его совершить клятвы преступления. Но это для того, говоришь, чтобы мне быть более вполне спокойным. Нет, когда ты не заставишь клясться, тогда ты и будешь вполне спокоен. А теперь, возвратившись домой, ты постоянно больше угрызаем совестью, размышляя так, не напрасно ли я заставил его поклясться, не совершил ли он клятву преступления, не стал ли я причиной греха. Но если ты не заставишь другого поклясться, то, возвратившись домой, получишь большее утешение, благодаря Богу и говоря, слава Богу, что я воздержался и не заставил поклясться напрасной без нужды. Пусть гибнет золото, пусть пропадает деньги, только бы иметь нам полную уверенность более всего в том, что мы и сами не приступили закона и другого не заставили это делать. Подумай, ради чего ты не заставил другого поклясться, и этого будет довольно для твоего успокоения и утешения. Часто мы во время ссоры, подвергаясь оскорблению, великодушно переносим и говорим оскорбившему, что мне делать с тобой, мне мешает такой-то твой покровитель, он связывает мне руки, и этого бывает довольно для нашего утешения. Так и ты, когда думаешь заставить его поклясться, воздержи себя, останови и скажи тому, кто должен был поклясться, что мне делать с тобой? Бог повелел не принуждать клятвам, он теперь удерживает меня. Это довольно и для чести законодателя, и для твоей безопасности, и для устрашения того, кто должен был бы дать клятву. Когда увидит он, что мы так боимся принуждать клятве других, тем более саму страшиться, поклястья промечила. И ты, сказал эти слова, возвратишься домой с великим спокойствием. Послушай Бога в заповедях, чтобы и он услышал тебя в молитвах. Слова эти запишутся на небе, встанут за тебя в день суда и загладят множество грехов. И будем так рассуждать не о клятве только, но и о всех делах. Когда захотим сделать что-либо доброе ради Бога, а оно причиняет некоторый ущерб, будем смотреть не только на ущерб от этого дела, но и на пользу, которую получим от того, что сделаем его для Бога. Например, оскорбил тебя кто? Перенеси благодушно. А перенесешь благодушно, когда будешь думать не об обиде только, но и о достоинстве повелевшего переносить. И перенесешь скротостью. Подал ты милостыню, думай не о расходе, но о прибыли от этого расхода. Потерпел ты потерю денег, благодари. И смотри не на одну скорбь от потери денег, но и на пользу от благодарения. Если мы так настроим себя, никакое случающееся с нами бедствия не отвечает нас, но мы еще получим пользу от того, что кажется прискорбным. И потеря денег будет для нас приятнее и вожделение богатства, печаль, удовольствия и радости и оскорбления чести. Все невзгоды послушат к нашей пользе. Мы и здесь будем наслаждаться великим спокойствием и там достигнем Царствия Небесного, которого достоимся все по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава и держава и честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь.